Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы на нас до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Огромное количество интересного и полезного обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных авто. В том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если вас интересуют вакансии или автомобили в наличии, все это вы можете найти на нашем сайте. Ссылочки в описании и на экране. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про машину, которая сочетает в себе несколько очень даже положительных качеств. Это простота, надежность, очень хорошая вместимость. И при этом до недавнего времени еще и доступная цена. Сейчас цены на подобные автомобили, конечно, выросли вслед за всем остальным. Но до сих пор подобная машина остается одним из наиболее доступных вариантов получить максимум автомобиля за свои деньги. Встречайте, Honda Freed Spike. Построенный на агрегатной базе второго фита, минивэн Honda Freed Spike появился на два года позже оригинального Freed. Автомобиль дебютировал в 2010 году. Машина простояла на конвейере 6 лет до 2016, при этом успела пройти через два рестайлинга в 2011 и в 2014 годах. Второй рестайлинг, помимо обновления внешности, привнес также и новую модификацию, а именно гибрид. Под капотами таких машин располагался хорошо известный и проверенный временем полуторалитровый двигатель на 118 лошадиных сил. В случае, если машина была переднеприводной, здесь стоял вариатор. Ну а полноприводным Freed Spike был положен пятиступенчатый автомат. В гибридной версии полуторалитровый двигатель выдавал всего 88 лошадиных сил, но с ним в паре работал 10-киловатный электромотор, добавлявший 78 ньютонометров крутящего момента. Наш сегодняшний экземпляр – это полноприводная версия 2010 года выпуска. При первом взгляде со стороны становится понятно, что Honda Freed Spike – это неплохой вариант получить на базе легкового автомобиля максимум машины. Длина этого минивэна 4 метра 21 сантиметр, ширина – 1,69 м, а высота – 1,74 м. Колесная база здесь, кстати, 2,74 м, что предполагает наличие достаточно большого пространства для ног. А снаряженная масса этого автомобиля не такая уж и большая – 1360 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Honda Freed Spike – точно такой же типичный представитель класса бюджетных автомобилей для внутреннего японского рынка, как и модель-прародитель Honda Fit. И толщина лакокраски на этих автомобилях не слишком различается. Для заводских показателей это 70-100-110 микрон. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем с багажного отделения, тем более, что это и есть, по сути, основная фишка версии Spike. Доступ к багажник нам открывает просто огромная по площади крышка. Проем багажника в данном случае у нас имеет заужение к низу, но в его средней части ширина составляет порядка 110 сантиметров. Длина багажника по полу 85 при поднятых спинках задних сидений, а ширина 1 метр ровно. Высота багажника от фальшпола до крыши 103 сантиметра. Но есть одна хитрость. У Honda Freed Spike на полу присутствуют специальные фальшпанели. Перевернув или полностью удалив которые из багажника, вы получите дополнительное пространство. И в этом случае сможете поставить сюда груз высотой уже до 116 сантиметров. Если же вам надо увезти какой-то реально габаритный груз, либо вы запланировали расположиться в этом автомобиле на ночлег, а это вполне себе неплохая идея, вы можете сложить спинки сидений и при этом получить абсолютно ровный пол. Именно у версии Spike сидения не съедают длину салона. И расстояние от крышки багажника до переднего сидения будет порядка 174 сантиметров. А если сдвинуть кресло до упора к рулю, то в данном случае здесь разместится человек высокого роста. Ну а для перевозки чего-то длинного и узкого, например тех же самых плентусов или реек, вы можете рассчитывать на расстояние 2 метра 65 сантиметров. Что касается разного рода удобств в багажном отделении, спайка, то помимо уже упомянутых фальш-панелей можно отметить крючки для крепления сетки для фиксации груза. За фальш-панелью справа у нас располагается штатный инструмент, домкрат, буксировочная петля, вороток и баллонник. Есть полочки по обеим сторонам багажного отделения на боковых панелях, справа их, причем не по одной штуке. Нижняя полка длиннее и шире. С левой стороны присутствует в нашей комплектации специальный откидной мини-столик, за которым прячется своего рода бардачок, и дополнительный плафон освещения на левой боковой стойке. Ну а теперь про салон и удобство посадки. На самом деле, Honda Freed Spike представляет собой довольно интересный автомобиль с этой точки зрения. Посадка здесь не совсем легковая, а скорее она напоминает вертикальную капитанскую посадку на внедорожниках. Сидишь тут высоко. Причем при моем росте метра 86 сантиметров за рулем этого автомобиля мне удалось устроиться достаточно удобно. Несмотря на то, что это Honda, но все же модель далека от спорта, поэтому сидения хоть и имеют определенную выраженную боковую поддержку на спинках, но подушка более или менее плоская. Что касается диапазона регулировок, то в данной комплектации автомобиль имеет сугубо регулировку рулевой колонки по наклону. Регулировки по вылету здесь нет. Так же, как нет и регулировки сидения по высоте. Запас регулировки сидения с поправкой на вертикальную посадку здесь тоже в целом можно признать достаточным. Что касается опоры для локтей у водителя, в любом случае будет откидной подлокотник слева. Передний пассажир получит опору под локоть только вместе с регулировкой руля по вылету и регулировкой сидения по высоте, то есть в более старшей комплектации. Подлокотник на дверной карте находится, где он должен быть, но при этом он пластиковый и жесткий. Приборная панель у Фрида очень удобная и хорошо читаемая. Здесь крупная оцифровка и никакой путаницы. При этом при любом положении рулевого колеса приборную доску вы не перекроете. Что касается разного рода клавиш и органов управления в этом автомобиле, подрулевые переключатели находятся на своих местах, пользоваться ими удобно, переключаются практически бесшумно. Блок стеклоподъемника стандартный хондовский, располагается под рукой, все очень удобно. Далее от комплектации зависит количество кнопок справа внизу от рулевого колеса. В нашем случае здесь только подогрев зоны дворников и управление зеркалами. Но здесь также может располагаться и блок управления с движными дверями, и система стабилизации, и клавиша активации экономичного режима, в случае, если вещь идет про гибридные машины и так далее. На рулевом колесе в нашем случае, опять же, никаких клавиш нет, но в старших комплектациях хондов ридспайк порадует и наличием круиз-контроля с правой стороны, и мультирулем, и даже возможностью подключать по блютуз протоколу телефон и разговаривать по автомобилю с соответствующими клавишами управления. Сама приборная панель здесь очень большая по площади и двухэтажная. Она плоская и абсолютно не загромождает обзор. Доминантой в архитектуре панели здесь будет мультимедийная система. Правда, в нашем случае штатный японский магнитофон уже заменили на нештатную мультимедиа. По сути, это планшет на андроиде с огромным экраном, на который еще вывели дополнительно камеру заднего вида. Под экраном у нас располагается трехсекционная полочка, куда можно удобно сложить современный смартфон, причем даже большой диагональ экрана. Блок управления климат-контролем. Климат здесь однозонный, но полностью автоматический. Клавиши все тактильно различимы, пользоваться им удобно и логика абсолютно понятна. Селектор коробки передач классический, с кнопкой блокировки и клавишей включения-выключения спортивного режима движения. В плане бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, Фрид не разочарует. У водителя и переднего пассажира присутствуют собственные подстаканники по краям передней панели. Есть также один дополнительный, выдвигающийся по центру. Внизу у нас 12-ти вольтовая розетка, небольшая полочка и основной бардачок. Правда, больше предназначенный именно для хранения разного рода бумаг и документов. Он не слишком объемный. Никаких дополнительных отсеков для хранения на потолке у нас не предусмотрено, как нет и центрального бокса. Зато есть довольно крупные, широкие и глубокие карманы в передних дверях, куда можно положить что-то плюс-минус габаритное, например, бутылку с напитком. Что касается обзорности, с этим у Фрида и у Фридспайка все в полном порядке. Автомобиль имеет очень низкую линию бокового остекления, низкую линию передней панели, огромную площадь лобового стекла и дополнительные форточки, позволяющие не испытывать неудобств при поворотах, так как они практически полностью нивелируют слепые зоны. Боковые зеркала, конечно, могли быть и побольше, но, тем не менее, для маневрирования в городе в целом их площади достаточно. А с обзорностью назад у этих автомобилей помогает либо панорамное зеркало, расположенное в верхней части, либо по умолчанию установленная камера заднего вида. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Кстати, попасть туда можно не только снаружи через двери, но и пройдя просто по салону между кресел. На заднем сидении Fritz Spike, как и следовало того ожидать, достаточно много места. При моем росте, когда я сажусь сам за собой, я даже не достаю коленями до переднего сидения. При этом, на самом деле, несмотря на то, что подушка заднего сидения здесь плоская, сидеть на нем удобно. Оно в меру мягкое и достаточное по высоте, с точки зрения отсутствия неудобства для ног. Основная придирка к конкретному автомобилю по части заднего сидения – это отсутствие опционального подлокотника посредине. Так как никакой опоры под локти справа и слева здесь просто нет. Дверные карты абсолютно плоские, сказывается наличие сдвижных дверей. Зато заднее сидение у Spike можно слегка подрегулировать по наклону. Это далеко не тот запас регулировки, который присутствует на капитанских так называемых креслах у Honda Freed в шестиместном исполнении, но даже в таком варианте ехать удобно. Несмотря на практически полное отсутствие каких-то дополнительных удобств для задних пассажиров, кроме разве что наличия креплений для детского сидения типа Isofix и крючка для пакетов, либо одежды на спинке переднего сидения в дальнюю дорогу, здесь отправляться вполне можно. Что касается начинки подкапотного пространства Honda Freed Spike, здесь все очень просто и надежно. Единственный возможный силовой агрегат для полноприводных вариантов это L15A. Мотор старый и простой по конструкции. Это рядная алюминиевая четверка с одним-единственным верхним распредвалом. Привод ГРМ цепной, цепь ходит весь срок службы двигателя. По крайней мере, ни одного случая замены цепи на подобном моторе на память не приходит. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива и в случае с негибридной машиной в четыре свечи. Единственный момент по данным двигателям это необходимость регулировать клапана. Периодически раз в 40-45 тысяч километров пробега. Выполняется это без всякого подбора шайб и толкателей, просто инструментом. И по сути потребует от вас оплаты работы мастера и новой прокладки клапанной крышки. 118 лошадиных сил и 144 ньютонометров крутящего момента этому мотору вполне хватает, чтобы не чувствовать себя ущербным в городском потоке. А расход топлива при этом может удивить. На полноприводном автомобиле с пятиступенчатой автоматической коробкой передач в городе вы, скорее всего, уложитесь в отметку 9-10 литров на 100 километров. А на вариаторной машине и того меньше. Где-то в среднем около 7,5-8 литров на сотню. Сам по себе этот двигатель крайне надежен. Выхаживают они свыше 400-450 тысяч километров и крайне редко просятся на замену. О чем свидетельствуют и до сих пор еще низкие цены на контрактные агрегаты. Что касается коробок передач, то по сути к автоматическим пятиступенчатым КПП на этих машинах вопросов нет никаких. В принципе, меняйте масло раз в 60 тысяч километров и не убивайте коробку целенаправленной. Тогда она прослужит вам столько же, сколько двигатель. По вариаторам в период до 2011-2012 года были моменты, связанные с ненадлежащим качеством исполнения подшипников внутри узла. Проявлялось это в виде характерного гула при движении. Однако не сказать, что это слишком сказывалось на надежности данных коробок. Да и стоимость контрактного вариатора на Honda Freed или Freed Spike достаточно невысокая. Ну а перед тем, как посмотреть на Honda Freed Spike снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету. Вопрос актуальный. Каталожное значение клиренса для выдовой машины больше, чем на передке. Это 150 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти заявленные цифры действительность. Низшая точка автомобиля в данном случае находится под пластиковой грязью защиты под моторным отсеком. До нее от асфальта 16 сантиметров. При этом край переднего бампера располагается на высоте более 21 сантиметра, порядка 21 с половиной, почти 22. Так что парковаться к бордюру передним входом на этом автомобиле можно и причем достаточно свободно. Расстояние до поддомкратника за передним колесом 18 сантиметров. До задней части порога 20. А до брызговика за задним колесом 21 сантиметр. С учетом, в общем-то, коротких свесов этого автомобиля, с клиренсом и, соответственно, проходимостью, во всяком случае, в условиях города и нечищенных дворов, у полноприводного Fritz Spike все в порядке. Что касается ходовой части, то подвеска у Хонды Fritz и Fritz Spike несколько мягче, чем у модели-прародителя Fita. Оказывается, все же более семейная направленность автомобиля. Но при этом она все равно остается по-хондовски жесткой и рулится автомобиль на самом деле неплохо. По конструктиву передняя подвеска здесь это классический Макферсон. Шаровые опоры передних нижних рычагов в данном случае выполнены запрессованными в рычаг и официально отдельно не меняются. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике и доступ к нему ограничен за счет электроусилителя, который прикрывает крепление стабилизатора с правой стороны. В плане надежности компонентов стоит сказать следующее. На практике приходилось видеть автомобили с пробегом свыше 250 тысяч километров, где стояли еще родные амортизаторы. Подвеска у Фрида и у Фридспайка очень крепкая, так что максимум, с чем приходится сталкиваться владельцам подобных автомобилей, это замена рулевых наконечников и рулевых тяг. Сама рейка, кстати, если что случилось, стоит очень даже недорого. В базе автомобиля располагается топливный бак, его объем здесь 42 литра, сам бак выполнен из пластика и прикрыт металлической защитой. А вот заливная горловина бака большей частью металлическая, поэтому при осмотре подобного автомобиля снизу обратите внимание на отсутствие следов коррозии на заливной горловине. Что касается задней подвески, то она будет в любом случае зависимая, что на передней, что на полноприводном варианте. Задние тормоза также здесь будут только барабанные, пружина и амортизатор стоят отдельно друг от друга. И еще одна небольшая ремарка, запаской не комплектуется ни один из вариантов Хонды Фридспайк. Место под нее в салоне просто не предусмотрено, а ремнабор находится в специальной нише под водительским сидением, доступ в который осуществляется со стороны заднего ряда. Но у владельцев переднеприводных вариаторных спайков есть возможность организовать себе крепление для докатки. Поскольку все пространство внизу, не занятое балкой задней подвески, под это дело доступно. У владельцев полноприводных вариантов такой привилегии уже нет, место снизу занимает редуктор. А у владельцев гибридных машин ниже сам пол, за счет того, что именно там находится дополнительная батарея. Таким мы увидели сегодня Хонду Фридспайк 2010 года выпуска с пробегом 179 тысяч километров по Японии. Напоминаем, это полноприводный вариант на автомате с мотором 1,5 литра на 118 лошадиных сил. Если у вас был или есть подобный автомобиль, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все в комментарии. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Если обзор оказался полезен и понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Спасибо, что смотрели и до новых встреч в эфире. Пока!